Друзья, я приветствую вас на канале Строим Дом Своими Руками, на котором очень тесно переплетается тема строительства моего дома и теоретические основы, которые интересны мне или, возможно, интересны вам. Сегодня я хотел бы поднять один из важных вопросов, который очень сильно меня тревожит и который в ближайшее время с вами вместе мы будем решать. Это утепление и формирование красивого внешнего вида фасада нашего дома. Ни для кого не секрет, что сегодня на рынке существует очень большое количество вариантов облицовки и отделки фасадов. На каком из этих вариантов нам остановиться, решать, конечно, каждому. Формируются они все-таки, наверное, из финансовых возможностей каждого из нас. Во сколько обойдется квадратный метр отделки фасада, я и постараюсь разобраться в этом видео. Как вы уже знаете, опыт утепления фасада у меня уже есть. Я утеплял восточную часть нашего дома, там, где находится ванна на втором этаже. Поэтому кое-какие навыки у меня уже сформировались. И о них я и хотел сегодня рассказать. Итак, ошибки утепления фасада. Ошибка первая. Все равно, сколько положить утеплителя. Именно так многие думают. Чем больше, тем лучше. Первое. Не только по порядку, но и по значимости. Многие неискушенные в строительном деле потребители ошибочно полагают, что если они купили утеплитель и наклеили его на стену, то он теперь просто обязан работать и защищать постройку от холода. На самом деле, чтобы получить результат, нужно не просто положить утеплитель, а положить достаточное количество утеплителя. Понятное дело, вам не хотелось бы тратить слишком много денег на дорогие материалы. Поэтому вы должны точно знать, утеплитель какой толщины вам необходим. Одному фасаду может хватить и 5 сантиметров. Например, стены из газобетона толщиной в 30 сантиметров. Другому не хватит и 10 сантиметров. Например, стена в полкирпича из кирпича. В первую очередь, все зависит от материала толщины стены. В большинстве случаев для нашего региона приемлемой толщиной утеплителя, пенопласта или минваты является 10 сантиметров. Ошибка вторая. Утепление дома изнутри. Редки случаи, когда утепление дома изнутри остается единственной опцией. Но в абсолютном большинстве вариантов владельцу частного дома стоит отдать предпочтение внешнему утеплению. И дело не только в том, что внутреннее утепление уменьшает пространство дома. Это как раз фактор второстепенный. Куда хуже то, что при внутреннем утеплении внешняя стена здания начинает серьезно замерзать, а точка росы, место образования конденсата, сдвигается вглубь утеплительного пирога. Не мне вам объяснять, какая проблема из этого следует. Поймать конденсат и так-то непросто. А при внутреннем утеплении это становится настоящей задачей. Вам практически точно потребуется дополнительная вентиляция. И не факт, что в конечном счете удастся организовать все достаточно хорошо и надежно. Поэтому, если у вас есть возможность сделать внешнее утепление вместо внутреннего, настоятельно рекомендую вам такой возможностью воспользоваться и делать внешнее утепление фасада частного дома. Ошибка номер три. Неподходящий крепеж. Армирование сетки на сухой пенопласт, отказ от использования дюбелей, печально часто практикуется при утеплении пенопластом. Дешевый и некачественный клей. Вот прекрасные способы заплатить гораздо больше необходимой суммы за попытку сэкономить. Каждый материал имеет довольно строгую и отточенную технологию крепления. Прежде чем браться за нее, нужно убедиться, что вы разобрались во всех аспектах и нюансах. Куда и что клеить, крепить, армировать. И какова верная последовательность слоев пирога. Ошибка номер три, которую я часто вижу, это забыть про подвал. Ваш подвал непременно отомстит вам, если вы оставите его без должного внимания. При утеплении дома многим кажется, что он не принимает особенного участия в тепловых потерях здания. На деле его роль одна из ключевых. Утепление фасада частного дома обязательно должно быть согласовано с должным же утеплением и подвального помещения. Ошибка номер пять. Небрежная укладка утеплителя. И так сойдет. Таков девиз любителей заплатить кучу денег. И не получить практически никакого результата. Поверьте, ваш домашний термос мало бы отличался от обычного чайника, если бы в нем были хоть малейшие зазоры, нарушающие изоляцию. Плиты утеплителя также должны быть уложены плотно и ровно, как только это возможно. Работа должна быть воистину ювелирной и следить за отсутствием даже малейших прорех и кособочин нужно со всей тщательностью. Следующая ошибка. Плохая подготовка основания. Грунтовка перед началом работы по утеплению фасада частного дома один из важнейших этапов всего процесса. Поверхность должна быть идеально ровной, очищенной от любого мусора. Если вы не хотите появления пузырей или даже кусками отваливающей штукатурки, то вы должны уделить этому внимание. Следующая ошибка это браться за утепление, не имея никакого опыта. Но здесь бы я поспорил, так как мы строители-самостройщики, но изучить какую-то информацию все-таки советую. Если вам никогда ранее не приходилось утеплять фасад, то решение делать все самому, не изучив эту информацию или хотя бы матчасть, сэкономив на найме профессионалов, станет скорее всего очень дорогим. Современные технологии утепления требуют определенного мастерства и опыта. Браться за это впервые и самому верный способ отведать свой первый блин комом. Если вам важен не опыт, а результат, то лучше обратиться к бригаде с хорошей репутацией. Это выйдет куда дешевле. Кстати, опыт как раз и можно приобрести, наблюдая за работой специалистов. Также вы можете, в принципе, наверное, взять такую услугу, как шеф-монтажник, который вас научит, объяснит и все покажет. И стоит это не очень дорого. Ошибка следующая. Искать быстро и недорого. Если вы все-таки решите нанимать бригаду, и вы начинаете искать объявления, где пишут быстро и недорого, то это тот сигнал, который должен побуждать вас пройти мимо такого объявления. Возможно, это лишь рекламный трюк, но лучше не рисковать. Лучше ищите компанию, в которой вам честно скажут, что в работе над утеплением фасада из трех опций быстро, качественно, недорого, выбирать можно любые, но только две. Друзья, сразу говорю, я вас не привлекаю к тому, что надо нанимать бригаду, или я сам за то, чтобы делать все своими руками. Но вдруг вы не готовы к этому, то совет вам такой. Следующий вариант тоже из того же раздела, это оставить работу без надзора. Даже если вы уверены, что вы наняли маститых спецов, все равно стоит контролировать их работу. Велите ознакомить вас с планом будущих работ, пусть вам разъяснят каждый шаг, почему именно были приняты такие решения, так вам будет легче понять, с кем вы имеете дело. Не бойтесь выглядеть наивно, нормальный специалист никогда не откажется. пояснить, почему он выполняет свою работу именно так, а не иначе. Кстати, когда я планировал строить только свой дом, и думал нанимать ребят на строительство, у меня всегда была мысль, я буду свою бабушку просить, чтобы она там находилась и следила за ними, а тем более у нее есть строительный опыт. Также, друзья, будьте внимательны к смете у наших соотечественников, то есть нас. Часто бывают комплексы по этому поводу, мы боимся оскорбить своим недоверием мастера, но всякий нормальный бригадир сам с удовольствием продемонстрирует собственную честность и будет вести дела прозрачно. Заранее предупредит о стоимости, не будет пытаться протолкнуть скрытые платежи во время заключения сделки. От настоящего мастера вы, конечно, не увидите. Следующая ошибка – это думать, будто все эти договора одинаковые. Ни одна уважающая себя фирма не начнет работать без заключения договора. Некоторые договора действительно больше напоминают уловку афериста, нежели обеспечиваю частную сделку. Истинно не меркнет от повторений. Всегда читайте договор перед подписанием. Кстати, простой пример вот именно этой темы. Друзья, недавно я покупал двери на свою стройку. Меня уверяли, что все в порядке. Но читая договор, я понял о том, что оставить, например, эти двери в холодную зиму, значит, договор на год уже слетает, потому как кружак, формируемый на двери, может повредить защитную планку FDF. На что я спросил, так эти же двери не промерзающие. Продавец попытался уйти от вопроса, но в конечном счете мы поправили этот пункт, и все стало хорошо. Приобретая дорогой товар, я советую все-таки уделять этому особое внимание. Это, конечно же, не подходит к теме нашего утепления фасада, но коли мы заговорили о найме бригад, такой небольшой лайфхак вам в ленту. Друзья, всегда читайте договор. Ну и в качестве бонуса еще несколько небольших, но полезных советов по утеплению фасада. Утеплительные плиты должны покрывать не менее 60% общей поверхности. Армирующую сетку нужно обязательно клеить, а не шпатлевать. Оптимальная погода для работ сухая, безветренная, с температурой плюс 5, плюс 25 градусов. Избегайте попадания клея в места стыков утеплителя. Это будущие мостики холода. Не откладывайте заказ работ до осени. В начале лета у мастеров больше свободного времени и погодные условия более подходящие для строительства, если вы решите делать это самостоятельно. В сегодняшнем ролике, друзья, я много говорил про найм компаний, но это только потому, что в ваших комментариях я читаю, что многие из вас не готовы строить своими руками, а хотели бы нанять на грязные работы рабочих. Поэтому вот именно эти советы, я думаю, вам помогут сделать это более правильно и не наломать дров в конечном итоге. Теперь, как и обещал, я хотел бы рассказать вам о тех вариантах, которые я выбрал для строительства своего дома. Как вы уже знаете, те, кто смотрит канал уже давно, изначально я планировал делать облицовку кирпичной кладкой. Для этого даже на первом этаже я вывел консоли. Рассчитывая сегодня свой бюджет, я понимаю, что это очень дорого. Для вас я специально приготовил такую сводную таблицу, в которой расписал, сколько будет стоить один квадратный метр утепления фасада с облицовкой различными вариантами. Итак, начнем мы с кирпича. Брал я за основу 100 квадратных метров, а от них уже отталкивался потом за квадрат. Кирпич керамический, облицовочный, 250 на 120 на 65, толщиной кладки в полкирпича. У нас бы ушло 5700 штук. По цене, даже если 18 рублей, что очень сложно сегодня взять, потому что цена его 21-22, но, допустим, у нас есть возможность, мы потратим с вами 102 600 рублей. Сюда нужно будет песчано-цементную смесь на 5948 рублей, 6 тысяч. Гибкие связи обязательно на 4200, клей для плит из минеральной ваты на 16500, дюбель-гвозди на 470 и утеплитель приблизительно на 50 тысяч. В конечном итоге мы с вами получаем на 100 квадратных метров 183467 рублей, и это при том, что мы сами это будем с вами делать. То есть я. Стоимость работ за 1 квадратный метр, если сюда мы добавляем еще работника, это 800 рублей. В конечном итоге итоговая стоимость за 1 квадратный метр кладки кирпича с утеплением будет стоить 2635 рублей. Следующий вариант – расчет стоимости фасада с сайдингом на 100 квадратных метров, то есть простой металлический сайдинг. Мы берем с вами основная панель при цене 199 рублей, что тоже очень сложно сегодня взять, но я рассчитывал в среднюю стоимость. Они бывают Эльбрус по 400, а есть простой, допустим, винил по 150. И в итоге где-то средняя будет в районе 200. Фурнитура базовая, стартовая, финишная, соединительная, среднее значение 35% от стоимости за 1 квадратный метр сайдинга. Мы возьмем с вами на 7300. Саморезы 1000 штук 500 рублей, профиль 106 тысяч, подвесы на 2000, утеплитель на 29, пленка гидроветрозащитная на 2000 рублей, 1890, ну 2000. Дюбель с гвоздем на 2500. Итого мы получаем 75833 рубля, это на 100 квадратных метров, или 758 рублей за 1 квадратный метр. Но сюда мы еще добавляем стоимость работ в случае, если вы будете нанимать бригаду. Стоимость работы за 1 квадратный метр 450 рублей. В конечном итоге мы получаем 1200 рублей за 1 квадратный метр утепления и отделки фасада сайдингом. Также я посчитал стоимость расчета фасадными панелями. Берем основную панель, сайдник, деки, например, по цене 545 рублей за штуку. И получаем 106 431 рубль за 100 метров фасада. В количестве 195 штук, кстати, понадобится. Стартовая двухметровая планка 888 рублей. Саморезы 25-й, 800 штук по 544 рубля. Профиль 60 на 27, 120 штук на 10680. Подвесы 600 штук на 2100 рублей. Утеплитель на 29 тысяч. Пленка гидроветрозащитная, также на 2000 рублей. Дюбель с гвоздем 500 штук на 2500. В конечном итоге мы получаем с вами 155 тысяч на материалы. На работу вы потратите где-то 550 рублей за 1 квадратный метр. Итоговая стоимость будет 200. Также я сделал расчет стоимости фасада деревянным блокхаусом на 100 квадратных метров. Сорт возьмем в количестве 91 штуки. Цена будет 640 рублей за одну штучку. И выйдет это у нас 58 513 рублей. Брусок 50 на 100 трехметровый строганый понадобится нам в количестве 120 штук на 38 тысяч. Брусок 20 на 30 сухой строганый. Это будет каркас для блокхауса. Также 120 штук на 4560 рублей. Потом антисептики будут нужны 2000 рублей. Грунтовка антикоррозийная на 1000 рублей. Лах яхтный на 4000, клеймеры на 590. Утеплитель на 14520 рублей. И пленка гидроветрозащитная на 2000 рублей. Итого мы с вами получаем 125 480. Стоимость материалов за 1 квадратный метр 1255. Стоимость работ 500 рублей. И итоговая стоимость за 1 квадратный метр 1755 рублей. Также я рассчитал стоимости вентфасада из профлиста 2300 за квадрат. С работой из керамогранита 2500. Вентфасад из фиброцемента 2600. Вентфасад из металлокассет около 2800 за квадрат. Вентфасад из композита 2900. Вентфасад из клинкерного кирпича 4250. Стеклянного вентфасада 8350. При том, что работа будет стоить 2400. Это просто цены актуальны на сегодняшний день. Таким образом я подготовил для вас специальную диаграмму, чтобы вам было все проще понять. Не знаю, насколько вам это сейчас видно. Но по диаграмме мы с вами можем видеть, что кирпич стоит у нас на первом месте. На втором месте стоит штукатурка. На третьем фасадные панели. Четвертое место блокхаус. И пятое место сайдинг. А теперь я хочу рассказать о том варианте, на котором я на сегодняшний день остановился. Начну с самого пирога стены. Грунтовка 15 рублей за квадратный метр. Утеплитель минерально-ватный 500 рублей за квадрат. Клеевой состав 80 рублей. Дюбель фасадный 50. Армирующий состав 70. Армирующая сетка из стекловолокна 40 рублей. Грунтовка под штукатурку кварцевая 300. Штукатурка минеральная равномерно шероховатая 50. Грунтовка по основанию 15 рублей. Это все за один квадратный метр. Краска фасадная и акриловая 50 рублей. И дополнительные комплектующие, фурнитура, профили, армирующие углы, утеплительная лента, элементы примыканий, компенсационные профиля и так далее. 100 рублей. Если мы с вами сейчас не берем облицовочный искусственный камень для формирования углов или каких-то декоративных элементов, то квадратный метр мокрого фасада нам выходит 1200 рублей за квадратный метр. Это если без работы. Эту работу я могу сделать самостоятельно, без каких-то сложностей. Тем более, что навыки изготовления мокрого фасада у меня уже имеются. Друзья, надеюсь, этим видео я кому-то смог помочь. А кто-то сделал правильный выбор. Кто-то, может быть, задумался о том, что ему стоит еще подумать и почитать. В любом случае, я очень рад был от того, что с вами поделился этой информацией. Надеюсь, она кому-то пригодится. До скорых встреч. Пока.